Всем доброго времени суток, кто смотрит этот видеоролик. Сегодня у нас 12 января 2023 года. Меня зовут Николай Чувикин. Я пока еще проживаю в окрестностях города Липецк. Но планирую, кстати, перебраться туда, где солнечно и теплее. Постараюсь покороче, но меня распирает чувство благодарности за тот курс, который я сейчас еще прохожу. Я заканчиваю первую ступень, честилище. А именно это гипно-коучинг Павла Дмитриева. Что у меня было до приобретения этого курса? В 91 году я начал работать тренером. В 94 году у меня родился первый ребенок, первый сын. И совпало так, что я открыл свой первый бизнес. И в 98 году я потерпел крах. Потерял все деньги, потерял бизнес, обанкротился. Но упав, я собрал в себе мужество, силы снова подняться, искать другие возможности. И в том же 98 году я нашел другой бизнес. Разобравшись в нем, мы смогли построить достаточно большую организацию. Мы превратились в начале нулевых годов в топовых менеджеров с организацией больше, в несколько тысяч человек, с товарооборотом больше миллиона долларов в квартал. И все было хорошо. Мы даже зарабатывали несколько месяцев более 10 тысяч долларов. Но в моем детстве, как оказалось, было очень много деструктивных программ в подсознании. И в итоге я снова слил тот бизнес. Был ряд неправильных финансовых решений, очень глупых поступков, которые меня привели к такому ситуации тупика. Я впал, так сказать, в штопор, в тупик. Жил в плену каких-то иллюзий. И, кстати, вот я в своей жизни не пил спиртного, ни разу в своей жизни не был пьяным. Но, разобравшись в себе, я понял, что я был типичным таким шизотериком с позитивным мышлением. То есть, когда ты думаешь, что вот сейчас достаточно позитивно мыслить, и там где-то за углом тебя поджидает удача. Но становилось, по факту, все хуже и хуже. Ухудшались отношения, ухудшались сон, ухудшались показатели здоровья. Вылезло очень много всяких из прошлого спортивные травмы. Все стало обостряться. Все чаще и чаще подкатывала депрессия. Все реже и реже было, так сказать, ресурсное состояние, энтузиазмом, где хочется жить. Ухудшалось взаимодействие с собой, с близкими. В общем-то, очень неприятные целые годы. Я не знаю, под этим моргом как-то там жил. Но, по факту, так сказать, можно сказать, жизни не было. И все это продолжалось до того, как я впервые познакомился с этим курсом в октябре 2022 года, то есть буквально квартал назад я вошел в гипно-коучинг. И первая часть этой обучающей программы – это чистилище. И, в общем-то, там и происходит все, как и слышится. То есть меня начали чистить. Несколько дней назад, кстати сказать, были новогодние праздники. Люди друг друга поздравляли с Новым Годом. И так, знаете, забавная тоже такая иллюзия. Все поздравляют друг друга с Новым Годом. А по факту все друг друга поздравляют со своим горшочком психотравм. Вот у меня даже, я сам себе, для себя вот написал такой лист, где вот написано, что вот здесь с Новым Годом, а по факту вот такой горшочек, знаете, такая была сказка в моем детстве, да, там, горшочек вари. То есть вот на самом деле, что варит горшочек для своих близких на самом деле, вот, да. Вот, на самом деле поздравляют все с Новым Годом, а по факту вот друг друга одаривают вот страхи, гнев, обида, вина, ненависть, отчаяние и прочие муки. Это то, что на самом деле люди друг другу дарят, да. И я вот таким был типичным человеком. Вспоминается, знаете, такое детское стихотворение. Идет качок, бычается, вздыхает на ходу. Ох, доска кончается, сейчас я упаду. Вот дебил в последней степени, да. Получается, вот у нас даже такие стишки, они программируют. Идет качок, бычается, вздыхает на ходу. Он знает, что доска кончается, что он упадет. И все равно он туда идет. Вот таким же и я был. Таким просветленным придурком, шизотериком. И вот в этом курсе начали чистить мои психотравмы. Я бесконечно благодарен всем людям, которые со мной взаимодействовали. Особенно моим наставникам. Первую проработку мне сделала женщина в подарок из отдела продаж. Это Алла Савина. Отдельно хочу поблагодарить наставников, те, кто меня сопровождали последние три месяца. Это и Андрей Лазаренко, Борис Гридин, Вера Дунай, Вячеслав Золотовский, Виктор Алексеев. Огромное спасибо автору и создателю этого курса, Павлу Дмитриеву. Что в итоге, да? То есть вот после того, как я прошел несколько десятков проработок, у меня вышли из меня всякие психотравмы, которые были с детства. Перезаписали в подсознании по-другому эти программы, другие установки. И я уже провел сам больше десяти проработок другим. То есть я вижу, что у меня пришло огромное количество сейчас благодарностей и отзывов, в том числе в видеоформате. Я уже начинаю проводить проработки своим близким, членам семьи, маме, брату, супруге. И вот это меня мало того, что окрыляет, то есть в самом тренинге, это прекрасный совершенно тренинг, хоть за моими плечами сотни прочитанных книг на эту тему, сотни совершенно тренингов, отдаленно похожих на этот, они все какие-то половинчики. То есть туда вот эта вот информация, которая здесь в тренинге, она туда просачивается, знаете, что-то слышно, да, какие-то вещи доходят, но они все половинчатые такие, как вот, если взять несколько головоломок, да, и в одну мусорку их скинуть, мозаик, да, и попробуй собери, особенно если тебе инструкцию не дали. То есть вот этот тренинг, он, во-первых, структурирован, он не половинчатый, здесь все рабочие инструменты, то есть я вижу, что Павел реально в этой теме несколько десятков лет занимается этим там с начала нулевых годов, и это действительно его опыт, и поэтому все инструменты рабочие, и ты когда с ними соприкасаешься и взаимодействуешь с людьми, ты реально можешь помочь людям. Вот я в похожем был бизнесе, но не оснащен вот с этими инструментами, и сейчас меня окруляет то, что действительно вот с помощью этих инструментов я реально могу помогать людям. Меня это вот прям огромная благодарность, честно, и Павлу, и всем людям, которые работают в этой системе, да, которые помогают, поддерживают, сопровождают. Вот, и также я хочу обратиться к людям, которых сейчас думают войти в данную программу или нет. Во-первых, сомнения это одна из самых разрушительных программ. Вот задуматься, единственное, кого поражают сомнения, это люди. Нигде в природе нету больше, нету живых существ, у которых тоже есть какие-то сомнения. Все просто либо делают, либо не делают, да, хочешь есть, поел, что хочешь, поел, и так далее. Вот, и что отличает успешных людей от неудачников? Успешные люди это те, которые очень быстро принимают решения и очень неохотно от них отказываются. А неудачники это люди, которые долго думают, долго сомневаются, и едва приняв какое-то решение под воздействием, там, влияния деструктивных, там, родственников, друзей, очень быстро от них отказываются, или при первых же, там, неудачах и проблемах, говорят, ой, это, наверное, не мое. На самом деле не предавайте себя, если в вашем сердце возникло желание, да, погрузиться. Вот оно, первое, вот это интуитивное, оно правильное. Войдите в этот страх, распакуйтесь, потому что вы, когда входите в страх, побеждаете свои страхи, там обязательно подарок Творца. Идите, вот, и помните то, что жизнь это игра, надо просто здесь играть. И тех, кто идет в жизнь, в страхе, да, тех ждут и победы, и награды. Вот, еще раз хочу поблагодарить всех людей, кто меня сопровождает. Теперь у меня такое ресурсное состояние, у меня, кстати, улучшился сон, улучшаются взаимодействия и с собой, и с другими людьми. У меня снова ресурсное состояние, у меня четкое видение того, куда я иду, что я могу достичь, добиться. Я искренне от всего сердца всем желаю побед, вот, и помните то, что жизнь это игра, которая впереди, приключения, вот. Дорога осилит идущий. Всем успеха, пока.